Всем привет! Пришло время новогодних праздников. Готовим новогоднее меню, новогодний стол. Ну что, дождались? Я потратила сегодня кучу времени, чтобы приготовить все блюда. Значит, сегодня я подбирала что-то очень необычное, интересное, вкусное, что понравится всем вашим гостям, вашим знакомым, вашим любимым. Значит, есть рецепты, которые можно делать заранее. Выбирала, чтобы облегчить всем нам жизнь. Сегодня очень вкусное сладкое и очень необычное, такое основное блюдо горячее. Ну что, начинаем? Начну с очень интересного и необычного. Значит, одна из закусок это маринованные грибочки. Этот рецепт прислала мне моя подписчица. И вы знаете, моя семья просто подсела на эти грибы. У меня есть несколько рецептов маринада для грибов. Но этот самый просто такой нереально вкусный. И знаете, в чем его прелесть? Этот маринад готовится 7 минут. Такие грибочки готовятся 7 минут. Реально. Очень круто. И еще маринад без воды. Ждите этот рецепт скоро на моем канале. Грибочки просто изумительные. Значит, я сразу приготовила несколько порций. Так, где моя вилка? Здесь у меня 2 порции сразу. Получается вот такая вот тарелка из 2 порций. Грибочки вот такие светлые. Можно добавить болгарского перчика по желанию, кто хочет. Это очень и очень вкусно. А самое главное, это экономит наше время. Можно приготовить заранее. Оно прекрасно стоит в холодильнике. Они сочные, они вкусные. В них нет лишней влаги. Вот. Они делаются в собственном соку. Как это я так сказала? Грибы в собственном соку. Очень круто. Очень вкусно. Мои подписчики, они самые крутые. У них такие классные рецепты, ребята. Очень круто. Ждите. Просто бомбовая закуска. Следующая закуска это мясной хлеб. Посмотрите, выглядит он как хлебушек, как кирпичик. Готовится он заранее. Лежит в холодильнике несколько дней. Его можно приготовить не только к праздничному столу, а просто так на бутерброды. Это очень вкусная закуска. Давайте сейчас попробуем. Ну, во-первых, весь этот мясной хлебушек получается достаточно тяжелый. Здесь и бекончики, и куриная грудка, и сыр, и ветчина, и вкусная заправка. В общем, очень-очень вкусно, ароматно, а самое главное, это крутая-крутая закуска. Так, давайте попробуем. Вот такому мясному хлебу не хватает хлеба, куска. Ну, во-первых, сочно. Очень сочно. Все это пропитывается. Тут немного сливок есть. За счет этого оно очень-очень сочное. Я вам рекомендую. Это вкусная закуска. Это как на бутерброды, и можно без хлеба. Вот вроде бы уже ела, уже пробовала, а все равно так и тянется. Вот этот бекончик по краям, он вкусный, сочный, круто. А самое главное, эта закуска тоже готовится заранее. Ее можно приготовить за день или за два. Ничего в холодильнике с ней не случится, но если только не съедят заранее, если мама не спрячет, не замаскирует. Ребята, очень круто, очень вкусно. Попробуйте. В общем, в этот раз я очень искала такие рецепты, которые будут экономить наше время, потому что хочется быть красивыми на Новый год. Так, теперь закуска, без которой не обходится ни один новогодний или рождественский стол. Это, конечно же, красная рыба. Сегодня она у меня подается вот в таких вот блинчиках. Фаршированные они намазкой, очень вкусно, с зеленью. Разлетаются такие блинчики на ура. Каждый блинчик я разрезала просто пополам, но можно порезать и на меньшие кусочки, если у вас большая компания. Но если у вас 3-4 человека, то не надо больше. Вы что? Это так вкусно. Вот так, ешь, потому что ничего не надо. Никакая другая закуска. Это же красная рыба. Еще можно приготовить еще заготовки с такой закуской. И часть завернуть на новогодний стол, а часть оставить на 1-2 января. Оставить в холодильнике и завернуть через день-два. Ребята, если вы думаете, какую сделать закуску только одну, вы выбираете только одну закуску, вот я вам говорю, готовьте вот эту. Одна из вкусных и очень красивых закусок в этом году это заливное. Посмотрите, какое оно красивое. Называется оно пруд. Значит, смотрите, я в этом году готовила из красной рыбы, но заливное можно готовить из любой рыбки. Вот так вот красиво я украсила. Не обязательно делать именно вот такой прудик, как я делала сегодня. Но тут вся идея была вот в этих маленьких хвостиках. Вот такая красота. Если вы что-то еще придумаете, чем, что можно, как можно сделать рыбки внутри, или вы знаете, напишите мне. Или присылайте фотографии в инстаграме. Будет интересно, что прям рыбки тут плавли. Значит, как можно еще подать заливное. Такое заливное можно выложить в любую форму. Залейте бульоном, оно застынет, его можно порезать. Ну, в прошлом году я готовила лебедей. В этом году решила делать такое рыбное с хвостиками. Ну, чего-то вот мне нравится заливное именно на таких вот больших блюдах, именно как декор. Его выразметают, оно очень вкусное, потому что здесь очень вкусный бульон. Ну, кто же не будет есть красную рыбу, да еще и с бульоном. Это очень вкусно. Но вид очень потрясающий. Можно здесь камыши, как в прошлом году я делала. Тут уже полет вашей фантазии. И еще один вариант заливного есть из прошлого новогоднего меню. Там на языке, очень вкусно, с лебедями. Тоже посмотрите, кому что понравится. Но в этом году рыбное. У меня на канале есть несколько видео с новогодними столами, с новогодними меню. Вы можете посмотреть все их, там, по-моему, три. Вот это будет четвертое, да, или пятое. И выбрать что-то из их всех. Например, где-то закуски, где-то основные блюда, где-то сладкое. В общем, пошерстите, что вам понравится. Итак, переходим к салатам. Значит, такой закусочный торт-салат, который есть уже у меня на канале. Называется он кабачковый тортик. Готовится он из блинчиков, из кабачковых и из мясных. Вот такая красота получается внутри. Это очень сочно и просто до безобразия вкусно. Посмотрите, какая красота внутри. Сочная, вкусная, пропитанная, с помидорчиками. Это такой, знаете, чем-то похож он на печеночный торт, но по сборке. Хотя здесь вообще нет печеночки. Это такой именно мясной с кабачками. Но это настолько вкусно. Здесь чесночная намазка. Кто еще не видел на моем канале этого рецепта, он просто бомбезный. Бойтесь этого рецепта, потому что съесть его можно много. Я вообще люблю чесночное майонезное. Ну, я люблю такое на новогодние праздники. Это все любят. Приготовьте такой тортик. Вы даже, если вы думаете, если приготовить какой-то один салат, вот этот торт побьет рекорд. Его просто сметут. Хотя нет, не готовьте. На 1 января его не останется. На все эти рецепты есть ссылки под видео в описании. Есть блюда, которые еще не вышли, так что ждите. Следующий салатик, который хочу вам предложить, называется Старая гавань. Значит, он с печенью трески. Давайте посмотрим, какой внутри. Все слои здесь очень хорошо видны. Маринованный лучок, вкусное яблочко, очень хорошо сочетаются с печенью трески. Это очень вкусно. Пламленый сырок. Такой, как говорит мой Дима, нажористый салатик. В этом году не хотелось готовить много салатов. Хотелось приготовить парочку, но очень вкусных, прям таких, чтобы прям вот за обе щеки прям хрустело. Еще один новый салатик в этом году, называется он Славяночка. Давайте разрежем, посмотрим, какой получился внутри. Итак, давайте достанем салатик. Опа! Этот салат готовится с маринованными грибами. Он очень сочный, здесь идет немного маринованного лука и очень сытный, потому что в нижнем слое здесь очень много куриные грудки. Это такой салат, знаете, уже без гарнира. Если вы выбираете всего лишь парочку блюд на Новый год, потому что не хотите наготавливать, приготовьте этот салат. Здесь и картофель, и мяско, и овощи. И вам хватит, ну не нужно тогда готовить еще что-либо, потому что этот салат очень сытный, вы наедитесь, вы будете довольны, потому что он заменит вам 2-3 блюда. Вкуснота! Я мариную грибочки по своему рецепту. Приготовьте вот эти как закуску. А в салат приготовьте по моему рецепту, там именно маринованные грибочки для салатов. Так, и еще один такой салатик-закуска, что-то среднее, называется печень по-царски. Первый раз готовила этот рецепт, я подумала, ну на внешний вид это на каждый день. Но когда я попробовала, я подумала, это по-любому на новогодний стол, потому что это очень вкусно. Это действительно печень по-царски. Она очень сочная. Она прямо вот такое впечатление, что ее только приготовили. Хотя готовилась она еще вчера. Такой тортик стоит в холодильнике несколько дней. Всем рекомендую, я прям выбирала, какие закуски готовить заранее, чтобы потом их вообще не готовить, чтобы хватило на несколько дней. Так вот, всем любителям печеночных тортиков, в этом году готовим печень по-царски. Это сочно, вкусно. И можно нарезать ломтиками тоненько, и потом все, что осталось, есть на бутерброды просто с утра. Лежит она несколько дней в холодильнике, это классно. Итак, мясные блюда для всех любителей мяса по-французски в этом году по-новому. Итак, вот такие вот порционные куски просто мяса, которые фаршированы ананасами, сыром. И еще одним секретным продуктом, который дает вкус всему вот этому вот мясу. Оно запечатывается, доводится до готовности потом в духовке. Готовится порционно, это вкусно, сочно. Ждите скоро такие мясные кармашки на моем канале. Коронное мясное блюдо в этом году это мясной пенек. Посмотрите, он действительно как пенек сверху грибочки. У меня он приготовился несколько часов назад, поэтому он, конечно, сейчас не с пылу жару, но подается он горячий. Значит, смотрите, здесь ребрышки вокруг, а внутри он начиненный. Весит он, я не знаю, килограмма 4, наверное, я еле его держу. Итак, грибочки, мясо, вкусная зажарка. Это свиные ребрышки вокруг, хотя можно брать баранину. С говядины не пробовала, потому что говядина очень долго готовится. Это очень сочно и вкусно. А знаете, в чем плюс такого пенька? Значит, на второй день, даже если он у вас останется, какая-то часть его, вы знаете, какой он вкусный, разогретый. Это просто нереально. Вот вкусно из пылу жару, но когда он потом на второй день подогретый, мы так уже делали, еще вкуснее. Потому что сверху корочка такая на мясе, это так вкусно и сочно. И этот пенек сочный внутри, за счет толщины, он просто, ну, сочнющий. Такое мясо нереально вкусное. И смотрится, как трехлявый пень. Вокруг пенечки, украсить можно любимыми овощами. Вот такая красота. В этом году на новогодний стол вот такое необычное блюдо. Предлагаю вам подать своим любимым. В этом году успела выйти моя новая книга «Выпечка». Это первая книга из трилогии. Здесь очень много вкусненького, сладенького тортиков, пирогов, пирожен, особенно к новогодним праздникам. В прошлом году мы готовили торт «Четыре вкуса». Вот так вот он выглядел. Посмотрите, надеюсь, вы угодили всем своим любимым. Потому что здесь вариации, полет, фантазия, вкусы какие угодно. И хочется попробовать каждый кусочек в торте. Сколько всего вкусного. Книга – это хорошо. Она дает идею, что же приготовить вкусного. В общем, полистайте, выберите себе какие-то торты на этот Новый год. Так, ну а что же я приготовила в этом году и предлагаю вам. Так, в этом году новый тортик, который называется «Свеча на ветру». Хотя с первого взгляда он не напоминает «Свечу». Давайте разрежем, посмотрим, какой же торт внутри. Итак, я разрезаю торт. Итак, смотрите, в разрезе торта горит «Свеча». Когда разрезаешь торт, у каждого на тарелочке, на кусочки горит «Свеча». Особенно, если это напротив елки или если сзади стоят «Свечи горят», то она прямо горит. Сейчас покажу, как это. Смотрите, фитилек светится на сквозь через весь торт, потому что это вкусное желе. Нужно либо посветить фонариком, либо зажечь свечу, либо елочку. В общем, вот такая красота и вкуснота у нас получается. Обязательно дождитесь этого видео и приготовьте вкусный необычный торт. Украсить можно по своему желанию. Еще в этом году я подумала, а что если вообще кто-то не готовит майонезные салаты на Новый год? Ну, такое тоже есть. Я решила сделать салат не с УАЗ. Сегодня мы будем его готовить вместе с вами. Этот салат очень вкусный. Я в этом году ездила во Францию и оттуда привезла этот рецепт. Это очень вкусно и без майонеза. Какой приготовить салат на Новый год, чтобы он был без майонеза, но чтобы он был праздничный, очень такой вкусный, очень такой питательный, чтобы всем понравилось и уготить всем. Сегодня готовим салат не с УАЗ. Подсела я на этот салат от недавних времен, с лета, и рекомендую вам приготовить его на новогодний стол. Почему нет? Готовить его можно порционно, каждому в тарелочку, если у вас небольшое количество людей, двое, трое, четверо. Или в большой тарелке, если вы просто хотите поставить что-то необычное и новенькое на стол. Возьмем микс из салатов, значит, здесь обязательно должна быть рукола. Выкладываем все на тарелку, так как я собираю в большой тарелке, делаю все вот в одной порции. Если вы делаете на 3-4 человека, перекладываете салат порционно в каждую тарелочку. Почему нет? Очень классно подавать такой в салат в самом начале. А может быть, кто вообще не хочет наедаться на Новый год, то это вообще идеальный вариант. Беру замороженный горошек, именно вот такой с морозилки. Вот я его минут 10 назад высыпала. Можно заменить на кукурузу, кто любит. Но, как по мне, с горошком очень вкусно, я люблю. Еще, кто не любит сладковатый вкус в салатах, значит, можно добавить сюда вместо горошка спаржу. Тоже берите ее замороженную, что я делаю. Я заливаю ее на 2-3 минуты просто крутым кипятком. Через 2-3 минуты сливаю. И все. Он мягкий, вкусный, сочный, как будто свежий. Перепелиные яйца. Можно заменить просто обычными. Разрезайте их тогда на 4 части. Но это все-таки праздничное блюдо, поэтому беру вот такие небольшие, чтобы было просто красиво. Помидоры черри разрезаем на 4 части. Если вы будете использовать просто большие помидорчики, тогда нарежьте их небольшими тоненькими такими слайсиками, чтобы они не были крупными. На 4 части помидор, если разрезать большой, он будет достаточно большой. Ну и черри, они сладковатые, поэтому за лучшее, конечно, это праздник, купите маленькие помидорки. Смотрите, какой красивый зеленый горошек. Он как свежий, вообще такой, как будто молоденький. Можно заменить на спаржу. Тут уже по вкусу, дело вкуса. А можно совместить и сделать микс. Раскладываем целенькие оливки. Можно добавить черные маслины. Я люблю больше зеленые, поэтому делаю вот так. Я их не режу, тогда они сочнее, потому что салат стоит какое-то время на столе. И сочнее, когда они не резаны. Еще добавляю немного каперсов. Ну, потому что я буду делать с рыбой сегодня, поэтому добавляю каперсы. Но кто не любит каперсы, вы можете их не добавлять. Возьмите фаршированные тогда оливки. Почему нет? Есть фаршированные лимончиком, фаршированные рыбкой или перчиком. Они сюда подойдут. Я беру красный лук, нарезаю его тонко полукольцами и заливаю его кипятком тоже минутки на 2. А потом хорошо отжать. Во-первых, он станет мягче и он отдаст свою горечь в воду. Немного анчоусов. Конечно, шпроты все-таки имеют более выраженный вкус, чуть-чуть они по-другому. Но вы как бы не берите шпроты. Вот наши классические шпроты, они отличаться будут. Будет слишком такой вкус шпротов, будем так говорить. Вот с анчоусами самое оно. Так, ну и еще я буду добавлять тунец. У меня сегодня консерва, но в идеале это должен быть свежий тунец. Где же его взять свежий? Так, значит, смотрите, не крышите. Вот так вот прям большими кусками и выкладывайте. Я указала количество тунца приблизительно на 3-4 порции. Но вы можете добавлять меньше или больше по своему вкусу и желанию. Тут уже дело, ну, как бы вкусов. Просто мне кажется, это абсолютно достаточно. А кому-то захочется больше. А если это единственный салат ваш на Новый год, ну, в общем, кто не любит наедаться и делает только мясо, салат и шампанское, то тогда можете взять больше тунца. Вот. А за лучшее, конечно, найдите у вас магазин или рынки, где у вас продают свежий тунец. И сделать его на гриле. Но я, как бы, не буду делать так в этом году. Ну и вообще, тунец свежий дорогой. Жалко. Иногда денег на такой тунец. Я буду использовать половину большого перчика. Что нужно сделать? Нужно нарезать перец очень-очень тонко. Я делаю вот так. Перелезаю просто вот так пополам все, что я сделала, и выкладываю с одного края. Смотрите, выкладываю вот так. А авокадо выложу с другого края. Когда вы сольете лук, лук нужно вот так вот рукой прям, вот так подавить. Чтобы он еще пустил сок, и лишняя жидкость с него ушла. И это все слить. Лук выкладываю сбоку. Хотя, если вы формируете порционно, можете выложить лук просто по всему салату. Но лук не все любят, поэтому выкладываю вот так. И кто захочет, тот возьмет. Кто любит маринованный лучок, можете подмариновать. Но красный лук, он сладкий. И только немного кипяточком его ошпарить. И вот получается самое оно. Еще мне понадобится одно авокадо. Значит, его нужно почистить и порезать дольками. Так, сбоку выкладываю авокадо. Для заправки я смешаю приблизительно пол чайной ложки соли. Сюда же отправлю где-то 20 мл соевого соуса. Так, у меня здесь десертная ложечка. Вот прям 2 десертные ложечки винного уксуса. Оливковое масло. Тут уже миллилитров 50, не меньше. И еще берем мед. Значит, количество меда зависит от вкусовых предпочтений, будем так говорить. Сначала берите чайную ложку. Мед должен быть жидкий. А потом посмотрите, захотите добавите больше. Я сразу добавлю 2, потому что люблю. Все это нужно отправить либо в микроволновку на пару минут, ну, буквально там несколько секунд, чтобы все это разогреть. Либо поставить на плиту, но очень-очень быстро мешать венчикам, чтобы это все соединилось и превратилось в одну субстанцию. Когда вы это все дело подогрели, берем вот так вот венчик и все это смешиваем. Теперь ложечкой попробуйте. Может быть, кому-то будет не хватать меда, а кому-то соевого соуса. Да, вот я добавлю немножко меда. Но я люблю. Так, чистой ложкой возьму. И еще раз в микроволновку подогреть с медом. Теперь соусом поливаем салат и подаем. Значит, лучше его выкладывать вот так вот сразу, как вы будете подавать на стол. Не нужно делать это заранее. Так, оставшийся соус я просто ставлю на стол. И кто хочет, добавляют. Ну, в общем, вот и все. Если вы делали порционно, то сразу целую тарелку можно салата съесть. В общем, вот такая красота. Вы можете экспериментировать с добавлением, например, спаржи, а не горошка. Можете поэкспериментировать с морепродуктами. Но, в принципе, салатный соус готовится приблизительно вот так. Плюс-минус, когда... Ну, в общем, когда я была в Франции, плюс-минус в каждом регионе готовят по-разному. Но вот этот вариант мне нравится больше всего на мой вкус. Поэтому готовлю так и для вас показала, как готовлю я дома. Попробуйте, поэкспериментируйте. Вам понравится и вашим гостям тоже. Вот такое в этом году меню. Посмотрите другие меню за прошлые года и выберите для себя закуски, салаты или сладкое по своему вкусу обязательно. Все ссылки на все эти рецепты есть под этим видео в описании. Если чего-то еще нет, обязательно ждите. Оно выйдет в течение нескольких недель. Вы успеете к Новому году. Ну, в общем, все. Пусть вам будет вкусно в этом году. Пусть все получится. Желаю вам хорошего Нового года и мирного Рождества. Я вас всех люблю. Жду комменты обязательно и фотографии в Инстаграме на новогодние столы. Пока и с Новым годом!